Добрый вечер! Новый и совершенно сомнительный, на мой взгляд, закон о плате за капитальный ремонт многоквартирных домов такой нетвердой походкой ковыляет по России. Больше всего он бьет по самым незащищенным, по старикам. Поэтому, уважаемое наше старшее поколение, так поудобнее присаживайтесь у телевизора. Вы сегодня наша гостья, заместитель министра социальной защиты населения Амурской области Наталья Киселева. Мы подробно и так по делу поговорим на эту непонятную для вас многих тему. Наталья Викторовна, здравствуйте! Здравствуйте! Вот скажите, такой неоднозначный аспект. Вот у нас от платы освобождаются за капитальный ремонт многоквартирных домов люди старше 70 лет, там 50%, старше 80%, 100% за определенную часть площади. Поподробнее, очень много вопросов, поэтому у нас в обществе сегодня непонятных вопросов. Кто освобождается, как освобождается? Ну, федеральный закон касательно компенсации, как мы их называем, взносом на капремонт был принят буквально в канун Нового года, подписан президентом и совершенно он небольшой, всего две статьи, которые касаются и разделил наших льготников, как мы их называем, на две половинки. Одни региональные и федеральные. Мы знаем, что у нас федеральные льготники, это наши инвалиды. Деньги на предоставление мер соцподдержки инвалидам идут за счет федерального бюджета. Так вот, то, что касается инвалидов, у них просто расширился объем мер соцподдержки. То есть к ежемесячным социальным выплатам добавился небольшой кусочек, который касается взноса, компенсации взноса на капремонт. Небольшой кусочек? Ну, небольшой кусочек, потому что расчетным путем действительно это получается немного. И тот же федеральный закон, он выделил или дал такую возможность субъектам, опять же оценив свои финансовые возможности, ввести компенсацию расходов по взносу на капремонт для граждан, которые не имеют какой-то иной льготной категории, но они достигли возраста 70 лет и старше. И скорее всего в эту пору прекрасную, когда будут ремонты, им уже не жить. Такова жизнь. И чего дальше? Субъект, вот Амурская область, какую льготу предоставляет нашим старикам? Ну, надо отдать должное, что у нас данное нововведение поддержало как правительство Амурской области, так и законодательное собрание. Как только было уже известно, даже до подписания федерального закона, что он будет такой подписан на уровне нашего субъекта, все-таки было принято решение, что да, мы своим пожилым гражданам такую компенсацию, ну, просто обязаны дать тех, кто с тех 70 лет. В каком размере? На сегодняшний день областной закон принят и подписан. Ну, а в каком размере? Конечно, компенсация дается на региональный стандарт нормативной площади. И вот эта вот ниточка, она, говорю, проходит как по федеральному законодательству, так и по областному. Ну, а если говорить это на пальцах, и более понятно, чтобы гражданам было, то существует некая нормативная площадь, площадь для одинокопроживающего человека, это 33 квадратных метра. Если это семья, состоящая из двух людей пенсионного возраста, и больше с ними никто не живет, это 42 квадратных метра по 21 метра. 33 квадратных метра, если ты старше 70 лет государства, тебе дает 50% за это, как скидочку, так грубо скажем. Пока ты не достиг 80. Да, достиг 80, дожил счастье, тебе 100% за 33 квадратных метра. А у меня квартира там 56-65 метров, за остальное я плачу полностью? Ну, за остальное, да, это расходы уже гражданина. Но тут опять мы всегда говорим, существуют ведь многие другие механизмы поддержки, да, при оплате за ЖКУ. Мы все понимаем, что расходы по оплате за жилое помещение, это очень значительные для любого человека, и для семейного бюджета. Для пенсионера тем более. И для пенсионера тем более. Поэтому любые меры соцподдержки по ЖКУ, они весомые, такое всегда весомые. Ну, теоретически или практически весомые? И практически, я хочу сказать, что в среднем, допустим, ежемесячную социальную выплату, в среднем, как мы считаем, это полторы тысячи, тысяча семьсот ежемесячная поддержка. У нас это только ежемесячная социальная выплата, которая предоставляется льготным категориям. Наталья Викторовна, вот мне 70 лет. Вот эту льготу получить, не знаю, компенсацию, какие лапти топтать и куда идти? Вот как человеку? Ну, опять же, мы как органы соцзащиты всегда должны стоять на стороне граждан, понимая, что с принятием такого закона собрать всех граждан у нас в соцзащите, это очень сложно и проблематично. Сталинград будет. Поэтому попытались пойти по пути наименьшего сопротивления. У нас имеются базы данных, на которых мы выплаты осуществляем по тем же ЖКУ, льготам. На сегодняшний день специалисты поднимают каждое дело, проверяют, потому что здесь необходимо четко понимать, в чьей собственности находится это жилое помещение. Поэтому мы поднимаем каждое дело, где необходимо запрашиваем в Росреестре сведения о праве собственности на жилое помещение. Когда получаем эту информацию, дорабатываем свой банк данных и выпускаем уже на выплаты. Ну, вот сегодня сколько пути вы прошли в процентном соотношении примерно? Ну, вот то, что касается граждан 70 старших без льготных категорий, без федеральной, мы порядка 9 тысяч уже обработали. А их по вашим? Ну, мы считаем, что мы уже две трети граждан отработали, потому что когда делали финансово-экономическое обоснование этого закона, мы немного использовали статистические данные и прикидывали на большее количество. Думали, 1015 будет. Но на сегодняшний день, когда мы смотрим подтверждение права собственности, плюс следующее условие, работает-не работает. Если работает-не работает, то есть неработающим гражданам. Ну, это в априори, чем старше, тем меньше процент работающих. Ну и плюс состав семьи, конечно, с кем проживают, потому что такой возраст, когда все-таки уже требуется поддержка и помощь детей. Человеку жить трудно уже. Смотрите, вот не то что вопрос, рассуждение. Мне кажется, наше государство все равно бессовестное. Вот перекинули на региональные бюджеты, и вы там, дескать, это уже ваша забота. А региональные бюджеты чаще всего закредитованы выше КДК. И, ну, вот как вот, и все. И указ президента вы выполняете. Вот есть такой момент. Не, ну, есть такой, конечно, момент. И здесь уже стоит смотреть именно остроту этой проблемы. Кому именно? Вот действительно, те, кому 70 и старше, но здесь уже источников иных, кроме их пенсии, да, и где-то помощи детей нет. А вот смотрите, есть такой еще момент. Вот недавно судебный пристав главный мне сказал, что у нас 30% населения области в должниках ходит. Штрафы мы не торопимся выплачивать государству, друг другу денежку должны, годами убегаем, не отдаем и так далее и тому подобное. Есть среди них и старшее поколение. Вот здесь как дифференцировать? Значит, я не отдаю деньги, должен государству, а мне государство давайте льготу. Вы как-то, вот тут сложно разобраться. Ну, вот на сегодняшний день мы уже видим тенденцию, что как федеральное законодательство, или начиная с федерального законодательства и региональное, переходит немного в другую плоскость. Если раньше мы всегда авансировали, да, давали льготу наперед и не отслеживали, как человек выполняет свои обязательства в том же сфере ЖКХ, то на сегодняшний день, вот уже даже на примере этого федерального закона касательно капремонта, здесь вводится такое понятие, как компенсация. То есть ты получишь эту компенсацию, прежде чем сначала необходимо, конечно, внести эту плату, а потом уже компенсировать. Как вы думаете, а может быть нам стоит, ну, с законодательной инициативой выступить регионам, допустим, чтобы людям, ну, старше 80 лет автоматически уже как-то некомпенсаторный механизм включался, а вот им трудно, вот просто старикам трудно все это понять, ходить, справку, бумажку, они просто, ну, путаются и еще раз путаются. Ну, вот на предмет ходить, конечно, здесь на сегодняшний день, опять же, вводятся новые технологии. Мы говорим всегда о нашем 210-м федеральном законе, госуслуги, многофункциональные центры, межведомственное взаимодействие. Бабушка на почту привыкла ходить 50 лет, и все, эти технологии, для нее темный лес, согласитесь? Ну, тогда мы опять на шаг, на два шага назад отходим и перестаем мониторить, а как же, опять же, выполняет этот же гражданин, пусть он почтенного возраста, свои обязательства. И такого механизма еще не было предложено. Как же их понудить, да, оплачивать этих. Поэтому я не могу сказать, что это целесообразно на сегодняшний день. Понятно. А вот человеку непонятно. Вот непонятно, и все, и после нашей программы непонятно сказать, о чем они там говорили, куда звонить, вот что делать. Есть ли какой-то единый колл-центр, телефон, где ему все разжуют, объяснят и успокоят? Ну, у нас уже в течение трех лет действует при Министерстве единый социальный телефон. Его номер 200-213, а также все наши, естественно, и жители города Благовещенска прекрасно знают телефон и управление соцзащитой. Но вот этот телефон 200-213, он ответит по любым вопросам и на этот тоже вопрос. Ну, последний момент. Ваше человеческое отношение к этому закону, он справедлив? Я думаю, что покажет время, когда мы действительно начнем видеть результат от тех денег, которые мы вкладываем в будущий наш капремонт. Но за счет чего-то же мы должны строить, наверное, я быстрее всего заняну. Ну, вот будет как с накопительной частью пенсии. Сегодня государство ее туда шурудит, туда-сюда, и нас не спрашивает. Вот есть такая тенденция. Ну, возможно, аналогия прослеживается. Понятно. Это были простые вопросы для заместителя министра социальной защиты Амурской области Натальи Киселевой. Мы говорили о законах, компенсациях и справедливости. Всем добра и здоровья, берегите себя и живите, пожалуйста, долго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин